Доратификация договора о запрещении ядерных испытаний. Документ сегодня проходит во втором чтении в Госдуме. Итоговое решение Нижней Палаты Парламента с почти стопроцентной вероятностью тоже будет положительным. Напомню, 5 октября этого года вопрос ядерной безопасности России поднял в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин. Он также заявил, что в России успешно испытали «Буревестник» — крылатую ракету глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончили работу над «Сарматом» — сверхтяжелой ракетой. Сам договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году. Россия ратифицировала его в 2000-м. Но некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. С нами на прямой связи первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Пермин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Могли бы вы нам разъяснить, почему в России законодатель и законодательно решили начать процедуру дератификации договора о ядерных испытаниях? Ведь, как мы уже сказали, юридически этот документ без ратификации США и Китая, двух ядерных держав, значения не имеет никакого. Ну, давайте начнем с того, что в существующей геополитической обстановке мы должны с вами находиться в равных условиях с нашим основным геополитическим оппонентом Соединенными Штатами. Соединенные Штаты, не ратифицировав этот договор, все время ссылаются на некие обстоятельства. Между тем, у Соединенных Штатов не возникло юридически обязывающих последствий по непроведению ядерных испытаний. Попытка все время ссылаться, к примеру, на позицию Китая, она также не выдерживает своей критики. Почему? Потому что в мире есть только два глобальных игрока, у которых есть самые большие арсеналы запаса ядерного оружия. Это мы и Соединенные Штаты, Соединенные Штаты и мы. Количество боя и зарядов ядерных у Китая, оно разнопорядковое с нами. Ну, условно, если у нас счет идет на тысячи, то у китайских партнеров счет идет на сотни. Это надо понимать. Сейчас мы находимся в той точке своего развития, когда мы должны быть максимально свободны в возможных маневрах и возможных ответах на, скажем так, не совсем добросовестную позицию наших оппонентов, в том числе и вопросов, которые касаются ядерных испытаний. Я это так вижу. Понятно. Ждали мы долго, почти 23 года, и нужно принимать решение. После того, как Нижняя Палата парламента отзовет закон и документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации, проголосуете ли вы за директификацию договора о запрещении ядерных испытаний? Я проголосую за, и в этом не может быть никаких сомнений. Я не могу говорить за коллег, но полагаю, это мое предположение, что аналогичным образом поступят все члены Совета Федерации, потому что все трезво и очень четко понимают, что вот тот срок, который вы назвали 20 с лишним лет, это достаточный промежуток времени для того, чтобы нашим оппонентам принять взвешенное решение, которое соответствует интересам всего ядерного клуба. Да, ядерный клуб – это пять стран, арсенал которых содержит подтвержденное количество боезарядов. Это Великобритания, Франция, Соединенные Штаты, Россия и Китай. Поэтому я полагаю, что коллеги поддержат, я проголосую точно за. Президент Путин сказал, что Россия не станет первой испытывать ядерное оружие. Мы это сделаем только, если испытания начнут Соединенные Штаты Америки. В то же время российские эксперты уверены, что нам надо проводить такие испытания без оглядки. Это важно сделать именно с точки зрения обеспечения безопасности. В какой момент военный аргумент может все-таки стать важнее, чем политический? Кстати, добавлю, что очень многие эксперты говорят о том, что сейчас уже третье поколение среди экспертов, которые не контактировали с всем этим нашим ядерным арсеналом для того, чтобы его испытывать. То есть у нас очень давно не проходили такие испытания, и это может сказаться на безопасности. Вы абсолютно правы, что вы разделили два аспекта – военно-дипломатический и, собственно, технический и технологический. Ни для кого не является секретом, что в Соединенных Штатах на выходе вот сейчас из опытных конструкторских работ в отношении носителей, которые располагаются в воздухе, под водой и на земле, на выходе новые виды этих самых носителей. И для Соединенных Штатов в какой-то момент времени критически важным будет проведение тех самых натурных испытаний, которые позволят доработать перспективные боезаряды для этих новых типов носителей. Ну, к примеру, в воздухе у них скоро может появиться стратегический бомбардировщик Б-21 и так дальше. Это вопросы уже к техническим специалистам Министерства обороны России и Соединенных Штатов. Так вот, вы правильно сказали, подчеркнув, что последние 30 лет, то есть три поколения экспертов, которые не контактировали с натурными испытаниями, и это произошло в том числе и в силу достигнутых договоренностей, в нашем случае это произошло в том числе, потому что тот задел советской науки, который нам остался в наследство, он позволял без проведения натурных испытаний проводить, скажем так, те самые научные изыскания и строить модели, которые не требовали этого физического подтверждения. Но в тот момент времени, когда наш потенциальный противник начнет эти испытания, конечно же, военно-технические аспекты, они начнут доминировать. Почему? Потому что речь идет на самом деле о сохранении паритета. А как известно, ядерное оружие — это оружие сдерживания, глобального сдерживания. Поэтому мы находимся в той точке, когда отношения, в том числе и по указанным вопросам, они начинают очень активно развиваться, к сожалению, не с позитивной, а с негативной динамикой. То есть они деградируют. И мы с вами должны понимать, что Соединенные Штаты, они ведут себя, особенно последние десятилетия, ведут себя так, будто бы они не связаны рамками каких-то договоров и обязательств, потому что они полагают, что мир, основанный на правилах, это больше, чем мир, основанный на договорах, соглашениях и международном праве. Поэтому вы абсолютно правы в том, что вот сейчас наступает то время, когда военно-технические аспекты, практическое исследование новых типов вооружений для Соединенных Штатов станет необходимым для того, чтобы дооснастить свою триаду, а мы вынуждены будем отвечать. Я думаю, что мы где-то находимся в этой точке развития ситуации. А вот по поводу договоров и соглашений, о которых вы только что упомянули. Накануне постпред Соединенных Штатов на конференции по разоружению заявил, что Вашингтон готов конструктивно работать с Россией, цитирую, на пути к полной имплементации ДСНВ-3, а также над механизмом по контролю над ядерными вооружениями. Но это ведь очень долгий процесс. Мы знаем об этом, и не раз в нашей студии об этом говорили сенаторы и политики, которые сталкивались с таким процессом переговорным. Как Вы полагаете, время все-таки упущено для конструктивных переговоров или нет? Тут есть несколько аспектов, на которые я хотел бы обратить Ваше внимание. Во-первых, Соединенные Штаты устами своего президента в последнее время декларируют основную цель военно-политического руководства этой страны в отношении России. Это нанесение стратегического поражения. Это первый тезис. Второй тезис. В тот момент времени, когда мы договорились об ограничении стратегических наступательных вооружений, и в 2021 году на очередной срок пролонгировали эти соглашения до 2026 года, мы сохранили прежний режим транспарентности, то есть взаимного видения происходящего именно на этом треке. Это что значит? Это значит, что наши американские инспекционные группы посещали места нахождения, расположения тех самых вооружений. Это первое. Второе. Мы обменивались данными телеметрии, предупреждая о запусках наших ракет и целях, которые они будут в ходе этих испытаний поражать. И таким образом мы установили таков взаимный режим, этой взаимной транспарентности, который позволял избегать чрезмерного напряжения и который позволял не запускать механизмы гонки вооружений, которые являются весьма ощутимыми для экономики любой страны мира, вне зависимости от того, какое место в этом рейтинге экономик мира занимает та либо иная страна. Так вот, в тот момент времени, когда наши оппоненты обозначили своей основной целью стратегическое поражение нашей страны, взаимное понимание на этом стреке начало резко деградировать. Это надо понимать. И ни для кого не является тайной и секретом, я об этом говорил многократно президент нашей страны, о том, что новые перспективные виды вооружения, аналогов которых нет ни у кого в мире, они в том числе были показаны инспекциям с территории Соединенных Штатов. Это надо понимать. То есть мы были настолько прозрачно в этих вопросах, что это позволяло вот этот градус напряжения снижать. Так вот, еще раз подчеркну, что не на нашей половине поля мяч, на котором написано взаимное уважение, транспарентность, следование договорам, этот мяч на половине поля у американцев. И все зависит от позиции военно-дипломатического руководства этой страны в текущий момент. Эскалация, происходящая эскалация, это плод деятельности действующей администрации президента, а не коим образом руководства, военно-дипломатического руководства нашей страны. Мы это с вами должны понимать. Поэтому хочется надеяться на то, что время не упущено, но фактические обстоятельства, в которых мы с вами находимся, это возросшая геополитическая, геовоенная конкуренция, они, к сожалению, говорят об обратном. Но надежды на продление ДСНВ США в 1926 году есть такие надежды или их нет? Для этого необходимо дезавуировать цели, где, по сути, объектом воздействия установлена наша страна. Для этого необходимо военно-дипломатическому руководству Соединенных Штатов отказаться от заявлений и деклараций, которые лишают нас права на суверенное, самостоятельное, самобытное развитие. Как только военно-дипломатическое руководство Соединенных Штатов об этом начнут говорить всерьез, я думаю, что соответствующие выводы будут сделаны и нашей стороной. Но хочу подчеркнуть, это моя точка зрения, но обстоятельства указывают именно на это. Интересно, что американцы на разных уровнях говорят о том, что разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. В частности, шла речь о Великобритании, например. Какие ответные меры возможны с нашей стороны? Очень хороший вопрос. Вы мне его задаете, а у меня из-под сознания всплывают такие давно забытые имена. Першинг, Томагавк, Пионер, ракетный кризис 70-80-х годов. Это огромная шахматная партия. И на этой доске стоят не только эти имена и названия видов и типов вооружений, но и геополитические возможности, которые есть у той либо иной страны. Руководство Министерства обороны, руководство Министерства иностранных дел неоднократно заявляло, что подобного рода шаги со стороны наших оппонентов вызовут к жизни действия алгоритмов, которые начнут защищать интересы нашей страны на любом театре предполагаемых военных действий. У нас есть все необходимые технические средства для того, чтобы дать адекватный симметричный ответ угрозе, которая существует. Более того, и в Алдай об этом говорил президент, о том, что существующая и сформированная система противоракетной обороны, ПРО, она уже имеет точки базирования на территории восточных границ НАТО, которые максимально близко прилегают к нашим географическим границам, и в любой момент времени в контейнеры, которые являются якобы контейнерами для запуска указанного типа вооружений, могут быть загружены ракеты малой и средней дальности. Еще раз подчеркну, я так полагаю, что наши специальные службы, разведывательные подразделения, Министерство обороны и службы внешней разведки прекрасно осведомлены о предполагаемых планах, и я так полагаю, что все необходимые военно-технические меры, если дипломатия не сработает на этом треке, будут сконструированы и даны в любой момент времени. Тем более, надо совершенно четко понимать, что Россия – это один из центров многополярного мира, свободного мира, у которого есть сторонники и на других континентах. И если вы помните, в свое время Кеннеди и Хрущев, они смогли в какой-то момент времени выйти на переговорный трек, когда Соединенные Штаты почувствовали, что подобного рода модель поведения, неразумного поведения, предполагающее размещение ракет на территории Турции или других стран, которые максимально близки к нам, хватило одной кубинской истории для того, чтобы наших оппонентов отрезвить. А сейчас у нас средств и возможностей, и перспективных комплексов, и наработок, которые в ближайшее время станут на боевое дежурство, значительно больше. Поэтому я полагаю, что и аргументов у нашей стороны для того, чтобы купировать, демпфировать эту угрозу, уже в текущем моменте значительно больше, чем у наших оппонентов. Сергей Николаевич, вы говорили в нашем разговоре о ядерной пятерке. Вот есть ли сейчас понимание, когда и где пройдет встреча в этом формате? Что планируется на ней обсудить? Может, вы обладаете такой информацией? Как известно, пятерка работала на полях в ООН, но в рабочем формате. Хотя под нашим председательством мы должны были в Нью-Йорке работать, ну, можно сказать, официально. Но из-за проблем с визами там была катавасия, другой уровень совершенно работы. Вот можно сказать о том и о тех фактах вот этих встреч? Есть осознание, понимание, что существуют эти ядерные угрозы в нынешнем мире? И что их нужно избежать? И именно вот эти встречи говорят о том, что есть это осознание. Ну, абсолютно право, да. Ядерная пятерка, насколько мне известно, на рабочем уровне не прекращала своего диалога, потому что вопрос, который обсуждается в ходе этих встреч, это вопрос нераспространения и неиспользования ядерных боеприпасов в практической жизни, он интересует абсолютно всех членов этой ядерной пятерки. Это первое. Второе. Вот та встреча, о которой вы сказали, которая должна была состояться на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций, она прошла на уровне технических специалистов. По той простой причине, что Соединенные Штаты из процедуры получения визы, въездной визы для наших специалистов, представителей в ядерном клубе, устроил такой квест. Возьми, успей добежать до аэропорта, сесть на борт самолета, успей долететь. И так это не работает. И насколько я понимаю, а это следует из заявления коллеги Рябкова, представителя Министерства иностранных дел, нет сформированного графика дальнейших встреч этой пятерки. По той простой причине, что Соединенные Штаты Америки чинят всякого рода препятствия на пути к нормальным рабочим контактам. Именно в рамках этой группы. Но между тем, насколько мне известно, эти контакты, и в этом заинтересованы представители абсолютно всех стран, обладающих ядерным оружием, и Британии, и Франции, и Соединенных Штатов. Там тоже есть трезвые голоса. И, конечно, нашего партнера Китая, и наша заинтересованность в этом тоже есть. Я полагаю, что вот этот здравый смысл, он должен на самом деле перебороть вот эту неконструктивную позицию, которую демонстрирует руководство Соединенных Штатов, ставя препоны на пути работы вот этой рабочей группы в рамках ядерного клуба. Поэтому мы с вами будем наблюдать, но вот пока есть то, что есть. Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. О последствиях доратификации договора о запрещении ядерных испытаний мы говорили с сенатором Сергеем Перминовым.